На этом выступлении они в рядах зрителей. Но уже завтра седовласым старцем и символом года предстоит самим радовать горожан на народных гуляниях в честь Нового года по восточному календарю. Шесть сказочных персонажей прибыли в наш город из Монголии, Китая, Иркутской области и даже Словакии. Для святого Микулаша это первый визит в Бурятию. Мы ездили в кяхту, мы ездили в детские дома, мы ездили в школы. А миссия очень проста – ширить, расширять по всему миру добро. Потому что праздник, будь он по лунарному календарю или по нормальному календарю, праздник – это всегда о доброте. За восемь лет своего существования проект «Сказочный Сагалган» стал для Бурятии знаковым и даже получил награду от правительства России, рассказал на встрече мэру Лануде. Сто тысяч человек посетили праздничные мероприятия Белого месяца. Для жителей столицы Бурятии это не только начало года красной огненной обезьяны, но и праздник почитания традиций и обычаев нашего народа. Дань уважения старшим поколениям. К слову, символ этого года царь обезьян прибыл к нам из Китая не один, а со своим двойником. Ведь, согласно поверию Поднебесной, благодаря этому все хорошее в 2016-м удвоится. Главные праздничные мероприятия к Сагалгану начнутся завтра на площади Совета в 12 часов дня. Второй крупной площадкой для торжества станет ФСК. Ася Касьянова, Жаргал Цариндашиев, Новости дня.